Это так называемый аккреционный диск черной дыры. Он вращается вокруг ее ядра, как кольца вокруг Сатурна или Урана. В январе этого года астрономы наблюдали очень странное явление. В центре соседней галактики раз в неделю мигал аккреционный диск черной дыры. Каково же было удивление ученых, когда они поняли причину, оказывается, плазменный пояс постоянно пробивала младшая сестра дыры. Черная дыра, в данном случае среднего размера, это где-то порядка 10 тысяч звездных масс, примерно такого размера. Это объект, который мог быть захвачен черной дырой из окружающего пространства, но еще, так сказать, не затянут в ядро сверхмассивной черной дыры. Когда черная дыра пролетала по своей орбите вокруг сверхмассивной черной дыры, она вот в местах, где она сопрягалась с аккреционным диском, поедала часть материала, и астрономы видели как раз вот колеблющийся сигнал по яркости. Правда, уживаться вместе космическая семья сможет недолго. Рано или поздно старшая сестра все-таки затянет младшую в ядро. Знаете, как это произойдет? ГРОМКО! Присаживайтесь поудобнее и прибавьте звук. Для вас играют черные дыры. Такой гул раздается при слиянии черных дыр. А теперь вы услышите о действительно невероятном космическом открытии вселенского масштаба. Корейцы уверены, что наша Вселенная – это гигантская паутина. К такому выводу астрономы пришли, когда обнаружили в галактике скопление волос Вероники так называемые нити черной материи. Конечно, это образно, и речь не о волокнах, а о форме вещества. По всему космосу оно переплетается с миллиардами звездных систем. Вам тоже хочется понять, как выглядит эта таинственная материя. В том-то и дело, что никак. Это такая субстанция, которая не реагирует на воздействие электромагнитное. Она не взаимодействует со светом. Оно прозрачно для электромагнитного взаимодействия. Но при этом очень интенсивно взаимодействует в гравитационном плане. То есть гравитация есть, а света нет. Увидеть нельзя, но гравитационным образом можно это почувствовать, увидеть эти усилия. Распутать таинственные нити темной материи корейцам помог супермощный телескоп. Устройство зафиксировало, как в космосе искривляются электромагнитные волны. И причиной этого могла стать как раз гравитация темной материи. Как вот линза фокусирует лучи света, искривляет направление движения, так же и гравитация искривляет тот путь, по которому движется свет. И мы видим с вами объекты, как будто бы с помощью линз полученные. Вот по этим тонким эффектам осуществлена попытка определить, что там спрятана сильная гравитирующая масса. Как раз вот ровно эта материя, она в исследованиях ученых и представляет из себя каркас для филаментов, на который уже насаживается нормальная барионная материя. Нормальные звезды, нормальные галактики. Субтитры создавал DimaTorzok